как начался этот институт вот в девяносто пятом году здесь нам выделили участок земли достаточно такой большой участок на окраине тогда деревни колбина и мы начали строительство вот этих вот корпусов то есть вот эти деревянные корпуса 4 корпуса это столовая где здесь готовится трапеза и наши студенты обедают это в жилые корпуса корпусы учебной там две аудитории и комнаты такие кельи для проживания и также наш дом престарелых социальный деканический центр это вот то что было построено в девяносто пятом году и в этот момент как раз началось и собственно процесс обучения наших служителей не только священников но и остальных работников деканических детских молодежных и так далее и дом престарелых начал работать сразу 95 95 года да и потом уже институт расширялся мы поняли что нам нужно уже новые здания и в 2002 году был построен и освещен вот этот вот корпус новый да где также есть несколько аудиторий где есть помещение для проживания студентов вот это также у нас есть гостиница для для наших преподавателей профессоров тех кто приезжает сюда читать лекции вот это обычно такой курсы курсы где-то примерно 36 часов академических составляет он приезжает на неделю на две преподаватели читают лекции мы сейчас уже 25-летие отмечаем нашего института как раз и вот сейчас последний новейший корпус процессе строительства находятся там большой конференц-зал также несколько аудиторий и небольшие такие студии для проживания семейных студентов из тех кто приезжают парами уже парами с женами до жены с детьми действует этот принцип сталинский который решает все хватает когда но решает кадров не хватает уже две тысячи лет в церкви господь сказал очень четко что жатва много делать или мало если в церкви хватает кадров это проблемная церковь то есть там что-то явно не так это большой вопрос вот конечно кадров не хватает конечно во первых но и мы стареем уходим да во вторых мы все-таки церковь миссионерская мы открываем новые приходы постоянно об этом думаем и безусловно нужны новые делать или всегда вот поэтому на этом утратим достаточно много усилий вот и и конечно кадры решают то есть хороший священник с хорошими знаниями с хорошей подготовкой теоретической с хорошей главное с такой крепкой верой с пониманием доктрин своей церкви вот с навыками которые здесь тоже помимо теоретических знаний студенты получают в плане практики и проповеди и на социального служения деканического служения вот такой священник конечно он приносит добрый плод потом для церкви восемьдесят девятом году зарегистрируется в советском союзе еще колтышский приход сам и практически сразу там началась дикания то есть приезжали уже начали приезжать наши друзья финские и увидели в каком состоянии живут старики вот конец восьмидесятых самое так голодное время было даже еще страшнее чем 90-е потому что не открылись границы вот этого всего и было очень тяжело и сразу практически они подарили нам такой барак так называемый строительный вот большое помещение с множеством комнат это мы начали дом престарелых делали такой социальный центр и начали обучение будущих пасторов но тогда еще не в институте а при церкви там в цокольном этаже то уже вот начались первые дьяконские курсы почему все-таки до престарелых это интересно у нас в церкви 4 дома престарелых помимо остальных помимо других социальных организаций он не конечно когда началось возрождение церкви большое внимание уделялось тем самым прихожанам которые пережили репрессии которые пережили рассылку в сибирь и конечно многие из них находились в очень таких тяжелых условиях 90-е годы и вот тогда церковь решила их поддержать и из финляндии нам предоставили первый такой разборный баран строительные такое помещение он стоял возле храма вот там внизу и там началось уже вот это социальное служение дома престарелых а затем уже мы построили вот этот новый корпус он с этой стороны одноэтажный там на 24 место есть комнаты есть оранжерея такая зал отдыха а с другой стороны два этажа два отделения отделение постоянного пребывания и отделение обслуживания на дому тоже 60 человек моим обслуживаем на дому это такое социальное служение которое присущее церкви естественным образом помогать слабым пожилым людям удобно то что студенты а те кто наши будущие служители они практически сразу в процессе обучения начинают заботиться тоже посещать общаться учиться души по печенью ну у у у у у у у у Что же птичьих не слышно песен, и тревоги земля полна? Почему в суете несмысла мы проводим короткий век? Все спешит не отстать от жизни, озабоченный человек. В раздание в этом мире и чужая вокруг земля, Если Бог придаёт мне силы, лишь на Бога надеюсь я, На кресть не бежу я распятого Христа. Здесь у них и лечебная физкультура, адаптация, и психолог, и наши, конечно, служители приходят, проводят такие библейские часы, деканиса. Здесь есть очень хорошее обслуживание, забота об этих людях. Поэтому это действительно место такое, не как мы привыкли, что дом престарелых, это страшное что-то, где все брошены. Но здесь наоборот. И многие люди приходят, и особенно те наши прихожане пожилые, которые живут в частных домах, в зимний период им тяжело уже, может быть, отапливаться. То есть они приходят и вот такую путевку приобретают. И треть мест здесь мы сотрудничаем с государством, они оплачивают, мы так госзаказ выполняем. Треть мест это те, кто не может за себя заплатить, то есть церковь поддерживает их. И остальное это как бы в частном порядке, какие желающие могут не обвести такие. Ну, финский народ, советский, финский, я не знаю, как назвать, ингерман, ингерманлансы, да. Они также пострадали, как и многие народы. Мы помним переселение всех народов, чеченцев, корейцев и всех по всей стране. И, соответственно, очень много людей оказалось в Сибири, на Дальнем Востоке, на Севере. Вот ваши студенты, выходя, едут туда, хотят, есть такое желание посвятить себя Богу, где-то в глуши забытой, вдали от цивилизации, ну, я не знаю, Россия большая. Ну, конечно, Россия большая, да, наша церковь и народ, ингерманланские, тоже прошли этот такой серьезный тернистый путь. Но, как всегда, мы понимаем, да, что Господь стоит за всем. И даже вот эти трагические события, это было несколько волн репрессий, три основные такие волны для наших прихожан. Ну, ваша семья тоже пострадала. Да, и моя семья тоже, она была выселена. Это вот такая последняя была волна уже во время блокады, во время войны в 42-м году, в марте. Те, кто оказался на территории, оккупированной здесь, блокадной Ленинграде, они были вывезены по дороге жизни в Сибирь, вот, в разные места тоже. Мои попали в Красноярский край, кто-то попал на берег Ледовитого океана. И те, кто оказались на оккупированной территории, немцы переправляли уже в Финляндию. Вот, и, конечно, потеряли, в принципе, все, что было, потеряли имущество, дом и так далее. Но самое главное, что сохранили веру. Вера сохранялась, то, что брали с собой, самое главное, это, конечно, была Библия, это были сборники гимнов, версии Кири, которые мы сейчас используем. Ну, они были, конечно, на финском языке, где есть катехизис, основные молитвы, и вот гимна это было самой дорогой. Веру люди сохранили, и после смерти Сталина стали возвращаться. Храм был уже разобран. Храм был разобран еще, кстати, до войны, в 1940 году, потому что закрывались церкви. А вот здесь, в Колтушах, это была такая больная мозоль, потому что никак людей было не разогнать. Невозможно было разогнать. То есть даже когда закрыли официально храм, заколотили, люди приезжали, собирались возле церкви. Это были большие праздники, несколько сотен молодых людей, то есть уже и мужчин всех посадили, и уже женщин, то есть проповедниц приходили, арестовывали, но они все равно собирались. Тогда было принято решение разобрать эту большую красивую церковь, которая была построена на средства князя Потемкина на 800 посадочных мест. Прекрасный храм был, такой классический, лютеранский, и церковь была разобрана. Но это опять же не остановило. Люди собирались, как вот здесь на картине, тоже есть прекрасный такой образ, богослужение на природе. Люди собирались там на кладбище. И уже в 50-х, после смерти Сталина, люди стали возвращаться и начали собираться там на кладбищах на месте вот этой предыдущего храма. И вот где мы находимся, кстати, это очень интересно, это была как раз тропинка, по которой люди шли туда, вот на это кладбище, прямо по этому месту, где сейчас корпуса института, дом престарелых. Люди шли и гоняли, милиция, КГБ, в общем, там всех пытались, но все равно были большие очень богослужения, какие-то собрания. И это продолжалось до 89-го года, когда уже была зарегистрирована официальная латушеская община, вот, и началось возрождение, ну, началось немножко пораньше, там, да, в Губанинской церкви в 88-м году, но в 15-го мая 89-го года была принята такая декларация, так скажем, да, о том, что церковь Ингрии не закрывалась официально, она существовала, существует, и, в общем-то, продолжает свое служение. Вот, и это тоже интересный момент, потому что, ну, все пасторы, естественно, были расстреляны, церкви закрыты, и вот единственный пастор, человек, который остался с того времени и дожил до этого, это был Атами Куорти, человек, которого два раза арестовывали, ГПУ, он убегал через Карельскую тайгу, почти 300 километров прошел, так сказать, вот, сбежал, остался в живых, и вот тогда, в 89-м году, он, как бы, передал свое, да, благословение, был пастором молодой, и вот тогда Арву Сурву, такой идейный вдохновитель возрождения, бард, поэт, музыкант, вот, и проповедник прекрасный, и вот началось возрождение. Здесь, в Култушах, это первый храм, который заново был построен. В 92-м году, 13-го сентября, этот храм был освящен. Ну, такой стиль модерн называется, в современном стиле, с одной стороны, с другой стороны, это, как бы, такой классический образ ковчега, большого такого корабля, и здесь присутствуют также некоторые ижорские элементы, в частности, вот эти балки, на которых, в принципе, вся эта конструкция стоит, можно в них тоже угадать такие ижорские узоры, которые были на избах старинных здесь, в Ангермоландии, и это тоже подчеркивает, ну, такую национальную особенность. Ну, вот, традиционный для ветеранского храма алтарь, алтарная решетка, сделанная полукругом, которая символизирует собой во время Евхаристии встречу, как бы, да, церкви единой, здесь церкви борющейся, и церкви торжествующей, невидимой церкви, которая уже с Господом на небесах. Здесь за алтарем происходит непосредственно само богослужение, пастор ведет службу, и затем, также это такая традиционная вещь для ветеранской церкви, кафедра, с которой произносится проповедь, она находится на некотором возвышении, в старых храмах это достаточно такое большое возвышение, да, она находится прям практически где-то иногда и под потолком, вот, и это не только преследует такие практические цели акустики, но также и символически подчеркивает значение Слова Божье, что оно превыше всего, как говорил Лютер, держите, Слово Божье превыше всего. Вот, эта кафедра, она такая большая, не потому, что здесь у нас такие большие пасторы, а потому, что рассчитана на двух человек, поскольку богослужения изначально проводились на двух языках, на русском и на финском, то проповедь очень часто переводилась, и поэтому здесь такая кафедра двухместная, можно сказать, для двух человек. Ну и по сей день у нас проходит богослужение на русском и на финском языке, утром на двух языках, и также есть богослужение отдельно в 14 часов на русском языке. Здесь орган традиционно присутствует, он у нас электронный, но тем не менее очень хороший, и используется не только на богослужениях, но и для концертов органной музыки, для наших музыкальных служений, которые здесь проходят. И здесь вы можете видеть, часто люди заходят, спрашивают, что это за цифры. Это номера псалмов, номера гимнов, которые поет приход общим пением во время литургии. Также там вы видите столы, и в конце литургии, после богослужения, есть такая христианская традиция трапезы Агапы, трапезы любви, когда все прихожане садятся, пьют чай, кофе, общаются, и таким образом продолжается богослужение в общении. Вот эти репрессии, как у нас есть шутка, что самый главный и известный миссионер церкви Ингрии – это Иосиф Виссарионович Сталин, потому что его щедрой рукой, вот эти семена были брошены, и сегодня церковь Ингрии действует по всей территории России, в Центральной России, среди финно-угорских народов активная работа миссионерская велась, началась в 90-е годы, и в Сибири, там, где ссыльные, еще с царских времен, кстати, и то, что советские репрессии были. И сейчас у нас действительно, на данный момент, 104 таких приходов в России, приходы и религиозные группы вместе, вот где-то такие точки, и сейчас это количество растет, и благодарим Господа, что уже, конечно, это не Ингермоланская церковь, не только Ингермоланская церковь, потому что официально только 8 языков, на которых проходит литургия, в разных регионах есть, да, и здесь в Петербурге, и на английском языке, и на немецком служении, у нас регионы, которые финно-угорские, где тоже на марийском, и на других языках проходят лютеранские богослужения. Ну, здесь какое-то особенное место у вас, я даже удивлено так, путешествия, смотря, как церкви живут, растут, община, настоящая община здесь, просто потрясающая. Да, это действительно, действительно, вот такой общинный дух присутствует, и особенно здесь, в Колтушах, у нас и зарегистрирована даже организация местно-религиозная, называется община, юридическая ветеранская община. И это такое единство, да, прихожан, не только по воскресным дням, когда мы приходим на службу, а вообще вот в повседневной жизни, да, это и какие-то общие проекты, там, и строительные, и социальные проекты, и вообще такое общение семей, да, вот с детскими садами проблема, но наши молодые семьи, молодые мамы, они как-то вот объединяются сами, какие-то устраивают программы, обучение для своих детей, вот, приходских, и это, конечно, прекрасно. Слушайте, не кажется вам парадокс свободы, не знаю, можно так сказать или нет? Солженицын писал, другие авторы, кто сидел, говорили, что когда не было свободы, тогда все как-то ближе были, и все были верующие и неверующие. Верующие были христиане, неверующие, понятно, что атеисты, коммунисты. И как только свобода пришла, вдруг все начали верующие делиться. Мы эти верующие, мы баптисты, мы пятидесятники, мы литеране, такие, мы такие, мы еще третий. Ну, я думаю, здесь вопрос не только не сколько в свободе, сколько в то время, в отсутствии информации. То есть даже как бы, ну, у нас вот, опять же, читаешь мемуары, вспоминали, когда в 40-е, в 30-е, в конце, да, очень четко не допускали, скажем, баптистов, они приходили и давали проповедовать, но только перед алтарем, да, они не могли проводить там богослужения, заходить за алтарь, вот. И это было связано, опять же, с чем? Что был процесс, все-таки, опять же, этого духовного образования, да. Когда, конечно, возник этот вакуум в Советском Союзе, пришло поколение, которое там максимум, да, что оно знало, это духовные гимны и какие-то традиции, и богословие, ну, там, как бы, да, потерялось, все-таки было Писание, конечно, которое люди читали, то здесь в основном все это, ну, трансформировалось, наверное, в такое проявление благочестия, да, пиетизм, как мы это говорим, причем во всех конфессиях, во всех направлениях, то, что у людей осталось, да, это молитва, это благочестивая жизнь, проявление, да, какой-то вот любви, праведности, веры, так, как это было возможно проявлять. Безусловно, когда потом появилась, начала появляться информация, то есть у нас здесь тоже вначале, я помню, как вообще не разделяли это, там, чье это, пятидесятческая книжка, баптистская, там, лютеранская, никто не понимал, смотри, Бог, Иисус Христос, ну, то есть все, все читают, все слушают всех проповедников, а потом, конечно, когда уже стала появляться информация, когда уже там книгу Согласия перевели, там, первую, я помню, она попала там, да, в руки, что это такое вообще, а откуда вообще лютеранин, во что, то есть вот этот процесс стал набирать обороты, и, конечно, тут уже вот начались соответствующие разногласия, так скажем, ну, наверное, не разногласия, а действительно некая констатация каких-то фактов и богословских, и исторических, это нормально. Я не знаю, мое глубокое убеждение, что лютеранство и дало нашему миру, вообще всему миру, вот эту общинную жизнь, да, или местное самоуправление, мы это называем сегодня, вот в Швецию едешь, и там везде вот эти надписи, община такая, община такая, община такая. Да, кунты в Финляндии, вот это даже похоже, сэура кунты, это община, приход, как бы церковная община, и община именно просто вот поместное такое объединение. Ну, и община выдвигает своих людей, ну, вот система депутатов, да, выборность эта, то, что сейчас во всем мире это есть, это же пришло как раз из церкви, получается. Когда общины управляли, выделили своих людей, толковых, умных, как Библия, на смысле, что Бог помогал. Ну, да, это такой церковный принцип, и в церкви есть совет уполномоченных, есть приходской совет, когда вся община выбирает, да, представителей, и они уже осуществляют управление приходом. Наша церковь, она очень открыта в плане межконфессиональных отношений, и, конечно, самая такая благодатная сфера для этих отношений, это социальное служение. И вот здесь тоже вместе с молодежной, детской работой началось деконическое служение практически сразу с момента возрождения церкви. И это не только, да, дома престарелых, есть разные формы, есть разные проекты служения у нас. Все-таки мы стараемся, стараемся поддерживать вот этот дух, да, такого братского отношения и открытости для всех желающих, в том числе это через культуру происходит, не только через духовные вещи. Все это направлено на одну задачу, да, чтобы эти люди, неверующие люди, они могли услышать Евангелие, они могли соприкоснуться и вообще понять, какой церковь может быть. Alleluia. Всем привет. Продолжение следует... Все приходят и тоже спрашивают, а что же нам сделать, чтобы у нас было так же? И мы часто говорим, что надо сжечь просто церковь, сожгите ваш храм. И когда действительно мы пришли туда первый раз с Евгением, настоятелем, и епископ нам сказал предыдущий, что здесь мы хотим молодежный центр сделать, пришли, это какой-то песок, земляной пол, облезло и обгорелые стены, холод, голод, им вообще непонятно, что это такое. Но, тем не менее, Господь так сделал, что действительно именно вот эти обгоревшие стены, именно вот это состояние руин, оно стало привлекать людей, причем же и так интересно, что снаружи это все отреставрировано, красиво, блестяще, и заходишь внутрь, и вот видишь этот кошмар. Это такой прекрасный образ тоже грешного человека, всех нас, что мы в этом лоске, как бы, да, мирском, внутри все-таки остаемся вот такими пустыми, выжженными. И все началось с таких небольших выставок. Первая выставка как раз называлась «Ужас» или «Страх», что за такое были такие страшные скульптуры. И потом мы увидели, что действительно неверующие люди, во-первых, это понятно, они не пойдут в церковь. Зачем идти в церковь неверующему человеку? Соответственно, Евангелие, которое мы проповедуем каждое воскресенье, слышат 99,9% верующих людей. Неверующие люди, они не могут его услышать, потому что зачем им идти в церковь? Это то же самое, как я говорю, вы остановитесь на улице и будете уговаривать человека, слушай, пойдем, там у нас классная больница открылась, врачи режут замечательно, евроремонт, все красиво, вкусно кормят, овощи, фрукты. Но человек скажет, мне не надо, зачем мне идти в больницу? И здесь та же самая история, но тем не менее, как-то люди должны услышать Евангелие. И для этого здесь как раз открылась такая возможность, люди приходят не в церковь, они вроде приходят в церковь, но они идут не в церковь, они идут на концерт, на экскурсию. И разные формы, которые только могут быть, и музей мы сделали, и библиотеку, и какие-то квесты для детей. Во-первых, у людей разрушился стереотип о церкви, то есть как они это все себе представляют. А оказывается, это может быть по-другому, оказывается, это может быть в обгоревшем зале. Мы делали богослужения на строительной катушке в виде алтаря, там все это так подсвечено, в необычной форме, с таким хорошим оркестром, с такой открытостью, душевностью к людям, которых не осуждают, которых не выгоняют, которым объясняют все очень подробно и ни к чему не обязывают. Поэтому все мероприятия были направлены на то, чтобы приглашать людей как раз на такой просветительский курс «Основы христианской веры», как мы его назвали. Курс, который сделали открытым абсолютно для всех. То есть если раньше мы мыслили и проводили именно так, что если ты хочешь быть лютераненым, тогда приходи к нам в приход, ты будешь проходить обучение, и потом ты станешь прихожанином. То здесь другая ситуация. Мы сказали, приходите все, лютеране, мусульмане, неверующие, атеисты, как хорошо там тоже написали в одном анонсе, что приходите к нам, дорогие атеисты, чтобы достойно аргументировать свой атеизм. Получите правильную информацию, чтобы вы могли как-то аргументировать свой атеизм. И это дало, конечно, свои плоды, потому что духовный голод никуда не делся. Несмотря на... Люди ищут Бога, люди ищут ответы на мировоззренческие вопросы. Они видят этот лубок, они видят эту ложь, они видят... Да, другого нет мировоззрения. Им сегодня дают вот это потребительство – ешь, покупай. Но каждый человек чувствует, что это обман, что это пустота, что есть что-то большее. Продолжение следует...